Сегодня мы выходим в эфир ровно в годовщину широкомасштабного вторжения России в Украину. Сегодня 24 февраля 2023 года. Года, который для многих, я, наверное, могу сказать это и о себе, вот уже длится как один день, то есть как одни большие сутки, которые начались 24 февраля. Лично для меня в 4.50 утра. Савик, я хочу вот сразу начать с того, что спросить у вас, как вы узнали о войне, во сколько это было, кто вам позвонил и что вы подумали? Я вот в тот четверг, я был в 4.50, вы говорите, я приехал в аэропорт Дубая на самолет в Киев, который отправлялся в 9 утра, значит, я приехал где-то без 15.7 в аэропорт утра и сказали, что рейс отменен. Поначалу не говорили по какой причине, но потом, конечно, там и CNN на больших экранах, в общем, да, все было, все очень скоро стало понятным, почему рейс был отменен. Ну вот, так я и не долетел до Киева. А дальше, ну дальше, понимаете, дальше я помню, это я помню, я даже, по-моему, мы с вами об этом говорили в самой первой нашей программе, когда я приехал домой, вот как, ну домой, да, уже из аэропорта вернулся, да, я вот подумал, что это такое, знаете, ну, я думаю, что когда вы под снарядами, у вас одно ощущение, когда вы далеко от снарядов, но вы их увидите на телевизионном экране, потому что освещение CNN в те первые дни было, с моей точки зрения, великолепным, у них было 8 человек в Украине, вот следишь за этим на экране, и, конечно, вот у меня просто сразу появилось ощущение, что это 22 июня 41-го года, вот так сразу почему-то, да, я помню, даже через несколько дней моя мама мне позвонила из Монреала, из Канады и сказала, вот, я все это видела, ну, ей было 13 лет в июне 41-го, да, и я все такое видела, и вот сразу в тот же момент, первый день у меня появилась идея сделать вот такой клип, найти человека с голосом Левитана, да, и на русском языке сказать, что началась священная война Украины против необъявленной войны России, против Украины. В общем, мы сделали такой клип, примерно там 40 секунд, и, в общем, выпустили в сеть, но вот это в тот день, в отличие от украинских людей, которые были прямо там и сразу начали сопротивляться, вот это единственный такой вот первый залп, который я решил выпустить в сеть, конечно, это не очень эффективно, но, по крайней мере, каждый свою маленькую капельку вносит, да, в этом дело. Вот так я помню этот день, да, но потом уже все, вы знаете, быть далеко от войны, и, как бы, в сердце все равно, как бы, нести вот все, ну, не все беды, конечно, ты не можешь их понять издалека, но все равно, как бы, да, вот, ну, Украина уже, как бы, родная страна, да, и, 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 конечно, там уже вот не оторвешься, звонки, CNN, все другие там источники информации, пытаешься понять, что будет, ну, вы помните, первые 3-4 дня были очень-очень и очень, очень-очень и очень суровыми, непредсказуемыми и страшными, да, и тем более для тех людей, которые находились в Украине в тот момент. Да, это первые 3 дня, о которых Москва мечтала, как о времени, за которое оно захватит Киев, я помню свое 24 февраля очень хорошо, мы пришли где-то, наверное, полвторого, может, около двух часов ночи мы вернулись, мы были в гостях у друзей, естественно, тема была понятна, уже было вот такое ощущение и много разной информации, но все равно вот ты вроде умом уже как понимал, что похоже, похоже, что этот маньяк бункерный решился, да, но ты все равно до последнего не можешь поверить в это, потому что с точки зрения рацию это выглядело, ну, убийственно, и для России в том числе, для ее будущей войны, нам казалось, что ну как же это. Так вот, я помню, что мы с Димой завели прямо, ну, поставили часы на 4 утра, потому что сказали, что в 4 будет нападение, и мы поставили часы на 4 утра, у нас на ленте как раз некоторые еще из редакторов дежурили, то есть все тоже были в такое вот полу, ну, странное, да, нервное состояние, я проснулась в 4, Дима проснулся, мы посмотрели новости, я с ребятами, с нашими редакторами, кто не спал, тоже списалась, и Дима сразу уснул, а я еще сидела полчаса, вот я помню, до 4.30, и смотрела, ну, какая, где есть информация, потому что я поняла, может, уже что-то где-то началось, может, еще не дошла информация, может, еще что-то, то есть я мониторила, мне было не по себе, и в 4.30 я опять уснула, и проснулись мы уже от взрывов в 4.50, было несколько взрывов, прямо, знаете, так, ощущение, ну, впервые, когда я это увидела, сейчас как бы ты уже практически привык к этому, но вот ты смотришь за окно за свое, а там такое зарево, и такие взрывы, которые, знаете, так вот, когда волна долетает, то эти стекла, они дрожат. Ну, и тогда, тогда уже стало все понятно, Дима сразу же, мы включили телевизор, это тупырь, которого зовут Путин, свою речь толкал о том, что они там решили деноцифицировать, демилитаризировать, это что они там еще решили по отношению к Украине, я помню, мы сразу записали Диму, он такую речь, да, сказал, мы сразу это выложили, потому что нужно было как-то вот что-то, да, делать тоже. И вы знаете, вот как раз 100%, что жизнь разделилась на до и после, есть до, та жизнь, когда война была, потому что война пришла в Украину в 2014 году, но для Киева и для большей части Украины это была мирная жизнь, целая, хотя Украина воевала и уже платила высочайшую цену за свою свободу и независимость от боевых. Но 24 февраля, ровно год назад, Украина уже вся вступила в широкомасштабное сражение с прошлым, с советским прошлым, который пытается сейчас бороться. Вы знаете, Тавик, вот я хочу сказать нашим телезрителям, телезрителям, нашим зрителям сегодня, нашим YouTube-зрителям, которые смотрят наши трансляции сегодня на YouTube-канале Дмитрий Гордон, Олеся Бацман, что у нас сегодня не просто с Аликом подведение итогов, то есть мы будем говорить и о самых важных новостях, о самых важных событиях, мы будем подводить итоги этому году, страшному году. Кроме этого, у нас сегодня по плану пресс-конференция, большая пресс-конференция президента Зеленского, которую он будет давать в прямом эфире. Мы ожидаем, что она начнется примерно вот через минут 20. Как только она начнется, мы ее для вас включим. Мы будем вместе с вами ее смотреть, мы будем вместе с вами ее слушать, мы будем вместе с вами ее комментировать, друзья мои. Поэтому вы не переключайтесь, вы наоборот сбрасывайте эту ссылку на наш эфир, на наш стрим вашим друзьям, вашим коллегам. И, собственно говоря, я предлагаю вот сегодня несколько часов провести с нами, с Аликом и с президентом Зеленским, который будет сегодня общаться посредством, с помощью журналистов, будет общаться с украинским народом и со всем миром. И еще один маленький анонс я сделаю. Мы с Аликом работаем до 19 часов сегодня, а в 19 часов на другом нашем YouTube-канале, в гостях у Гордона, Дмитрий Гордон продолжит подводить итоги со специальным стримом, который посвящен годовщине широкомасштабного вторжения России в Украину. Савик, скажите, ну тогда я хочу, наверное, у вас спросить, вот если бы вы, взяв листик, ручку, постарались выписать итоги этого страшного года, вот какие бы 5, 3, 8 пунктов вы записали? Трудный вопрос, ну хорошо, давайте начнем с первого пункта. Я же тоже мысленно готовился к сегодняшнему дню, поэтому там кое-что у меня сформулировано, а кое-что нет. Значит, вот первый итог, ну кроме, я думаю, что визит внезапный Байдена в Киев, и как бы на фоне звучат сирены, и американский президент, ну скажем, не первый, не самый молодой в истории Америки, и вот он появляется в Киеве, я вас уверяю, что через 200 лет это будет в книгах истории. Тут нет никакого сомнения, вот как Джон Кеннеди и его поведение, скажем, по отношению к блокаде Берлина осталось легендой в историографии. Вот также, я думаю, этот визит Байдена будет реально во всех книгах истории сотни и сотни лет вперед. Я так думаю, сотни и сотни, если мы еще столько выжимем. Значит, ну, естественно, поступок президента Зеленского остаться в Киев, несмотря на то, что ему говорили американцы, что если надо, они говорили, если вы бы хотели, то мы готовы гарантировать вашу эвакуацию. Если он отказался, его семья отказалась, он остался в Киеве, конечно, это тоже тот поступок, который, естественно, войдет в книги истории. Вот это как бы вот такой вот первый, это два президента. Второй итог, вот я вам его сейчас покажу. Вот это газета «Република» итальянская. У нее тираж примерно пол, ну, где-то 400 тысяч, там, 450, а дня зависит. Она левоинтеллектуальная, скажем так. Это для левой либеральной элиты. Это ведущая газета левой либеральной элиты Италии. Так вот, смотрите, вчера они вышли, видите, год войны в Европе, заголовок. Год войны в Европе. То есть я помню вот те, вот тот день, о котором вы говорите, когда газеты вышли 25 февраля, да, и я все, все заголовки, это была война в Украине, да, и вот так шло очень-очень долго. И вот сейчас, наконец, совершенно очевидно и однозначно, Европа начинает понимать, ну, если Италия начинает понимать, то точно Европа начинает понимать, что это не локальная война между двумя государствами, это не локальная, это европейская война, война в Европе. Вот я бы сказал, что это второй итог, очень-очень важный, такой, если глобальный. Ну, я сейчас не иду по пунктам, по мере их важности, да, потому что самый важный пункт, это, конечно, украинский народ. Вот как бы вот украинский народ, да, потому что я, еще раз повторюсь, я сегодня в Европе, кроме Польши и Балтии, я не вижу народов, которые вот сделали бы то, что сделали украинцы. Реально, это не, да, и с точки зрения самопожертвования, и с точки зрения убежденности в своей свободе и независимости, и понимая, что за это стоит проливать кровь. И вообще самосознание, и вот эта сплоченность. Я понимаю, что я не говорю о 100% украинцах, но я говорю о вот этом ядре, который оказался, вот это ядро, которое любит свободу, независимость и хочет жить в нормальной, нормальной стране, да, вот этот костяк оказался гораздо больше и гораздо сильнее и мощнее, чем кто-либо в России, в России, в Кремле мог предположить. Вот украинский народ, конечно, раз президент Украины, два, президент Байден, три, европейская война, четыре, что это реально большая европейская война, да, и, наверное, я должен сказать, что очень важный итог, ну, с точки зрения, это долгосрочный будет, очень, это будут долгие, эти последствия вот этой войны, мы еще будем переживать долго-долго-долго, но что осознали люди, вот я бы даже сказал в мире, но точно в том мире, который живет по правилам открытого общества и по правилам демократическим. Значит, вот этот мир, да, наконец осознал, что демократия с небес не падает, что свобода с небес не падает, что никто тебе ее не гарантирует, что ее надо защищать и надо уметь защищать, и главное, надо быть готовым, к сожалению. Я говорю, к сожалению, потому что, ну вот, люди такие, да, надо быть готовым в любой момент ее защищать, в любой момент, сейчас открываем глаза, видим, что на складах нет ничего, что из того, что есть 50% непригодно, да, в общем, это вот тут, я имею в виду Соединенные Штаты, Канада, Австралия, вся Европа, они поняли, что ценности свободы и демократии надо защищать, это и придется, да, вот это вот тоже очень важный итог, да, и для украинцев, я думаю, что вот украинцы, и тоже я думаю, что это сверхважный итог, что украинцы большинство, вот большинство, супербольшинство поняли, что в той Украине, в которой они жили до этого широкомасштабного вторжения, жить больше нельзя никогда, никогда, надо избавиться и от коррупции, и от кумовства, и от всех вот этих примитивных совершенно явлений, которые сегодня, вот в принципе, преобладают во власти современной европейской страны. Ну вот я бы вот так примерно, да, вот так очертил стратегически главные-главные итоги этого года. Ну я думаю, их больше, я думаю, что есть люди, которые точно увидят то, чего я не вижу, да, но так вот, если широкими мазками пройтись по этому году, вот я считаю, вот это очень важно. Да, но то, что это европейская война, я был, я реально, я вот иногда я радуюсь заголовком, вот я этому заголовку итальянской республики, републики, да, то есть, что год войны в Европе, вот я наконец, вот, понимаете, приходит сознание, и я был рад, очень рад этому заголовку. Ну вот. Друзья мои, еще раз скажу, что вот с минуты на минуту мы ждем начала большой пресс-конференции президента Зеленского, которая посвящена годовщине широкомасштабного вторжения России в Украину, и мы будем эту пресс-конференцию смотреть, мы будем ее комментировать, мы будем давать возможность вам прокомментировать и поучаствовать в этом савиком. А пока мы ждем савик, вот давайте сейчас от наших больших выводов, да, о которых вы сейчас сказали, перейдем к актуальным событиям, которые вот буквально на днях происходят, и наверняка они важны, наверняка они могут повлиять дальше на то, что происходит. В частности, вот несколько дней мы слышали, как, ну, я, наверное, сейчас не преувеличу, если скажу, что все топ-чиновники на Западе, включая украинское руководство, ждали, какой же мирный план выкатит Китай. Даже вчера я помню слова президента Зеленского прозвучало по типу, что мы там, как-то он так сказал, что мы надеемся, что он будет, ну, не плохой, а что там может быть что-то, что-то позитивное, там вот мы ждем, ну, вот как-то он так это очень мягко оценивал, да, потому что я так понимаю, что ждали, что что-то такое будет для нас хорошее. Ну, вот сегодня этот план появился. План состоит из 12 пунктов. На мой взгляд, самое важное там и хорошее для нас, это то, что касается ядерного оружия, потому что Китай там подчеркнул, что он считает недопустимым вообще поднимать и шантажировать кого-то темой применения ядерного оружия сегодня. То есть вот это как раз тот посыл, который адресован лично Путину и который для нас очень хороший, и для Запада в том числе, да вообще слушайте, для всей цивилизации, потому что, ну, это не шуточки. То есть если говорить о ядерном оружии, то здесь нет тех, кто не пострадает. Спрятаться нельзя, если только ты не купил билет у Илона Маска и не собираешься улететь в Марс, то непонятно успеешь ли, потому что неизвестно, когда кому что в голову стукнет там Россия. Так вот, вот этот пункт я могу отметить. Все остальное, давайте я сейчас не буду говорить о себе, а я хочу спросить о вас. Вот что вы думаете о мирном плане Китая, который сегодня был опубликован? Во-первых, я совершенно согласен с вами, что единственный положительный, ну, то есть, нет, ну, там если смотреть на этот план, хотя они говорят, что это не план, это просто констатация ситуации, но окей, я совершенно согласен с вами, что главный пункт для Запада и для Украины особенно, это то, что ядерное оружие недопустимо с точки зрения Китая, все остальное, оно непримерно, а точно повторяет все слова, которые они говорили в течение этого года. То есть, когда они говорят о суверенитете и независимости, и свободе государств, да, что, то есть народов, это правильно, просто они не упоминают Россию, которая напала на Украину. Так, если вы за целостность государства, если вы за суверенитет государства, да, если вы за то, что надо придерживаться норм международного права, то тогда уже будьте конкретными, да, что в этом случае вот так произошло, но, как мы знаем, китайцы конкретными быть не очень любят, да, потому что они и там, и там. Поэтому все, они повторяли, то есть, они повторили примерно такую свою позицию, которую они придерживались весь год. Ну, вы знаете, я вам скажу, ведь весь, вся эта неделя прошла на фоне разговоров о том, будет ли Китай помогать России в военном, военном, военной, военном аспекте, и будут ли доставлены в Россию, будет ли доставлено в Россию летальное оружие от Китая России. Вот это был такой, на фоне, потому что Блинкин в одной из программ воскресных, Митве Пресс, то есть, встреча с прессой, это очень такая популярная программа в Штатах, воскресенье утром, да, то есть, вот он после, 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 после церкви сразу вот эти программы начинаются, вот воскресенье, это специально подобранные временные слоты. И, значит, и Блинкин сказал, что после встречи с Ван Ли, который, в общем-то, в Центральном комитете сегодня курирует внешнюю политику Китая, он сказал, что у него появилось ощущение, он не сказал, что он знает, он сказал, просто у него появилось ощущение, что Китай готов предоставлять России летальное оружие. После этого началось, конечно, понимаете, там начались движения во всяких офисах, всяких президентов европейских и, ну, атлантических, скажем так. И вот все сейчас, как бы, ждут от Китая для России. Ставик, можно я сразу уточню, потому что вот сегодня публикация большая вышла, я не помню где, потому что сегодня я читала много просто статей, вот, ну, в западных изданиях, когда готовилась к эфиру, но большая публикация о том, что по информации этого издания Китай таки ведет переговоры, одна из самых больших китайских фирм по производству оружия, они ведут переговоры с Россией, и возможно, что уже в апреле Россия от Китая получит беспилотные летательные аппараты, то есть, по сути, дроны, которые могут нести зарядного вещества до 50 килограмм. Но это, как бы, мягко говоря, вообще не нейтральный даже статус Китая, да, не вот эти, как бы, такие китайские подходы, когда ты и не там, и не тут, и вот на этом они стоят тысячелетия. А это очень, вот это очень плохая история, если это действительно так. Но, с другой стороны, ну, если они на это пойдут, ну, они же потеряют полностью всю Европу, всю Америку, вот те рынки, которые им сегодня крайне необходимы. Не будем забывать, что с экономикой в Китае после вот такого масштабного коронавируса, который их в первую очередь затронул, большие проблемы, а в России они эти деньги не найдут. Совершенно верно. Да, Китай, ну, Китай фабрика мира. Вот так мы относились к Китаю после, как бы, начало глобализации очень сложно определить, но, скажем, это, я считаю, что главный, главная движущая сила по глобализации, это был еще президент Билл Клинтон, да, но глобализация Китаю дала очень много, потому что благодаря глобализации он превратился в фабрику мира, да, но и там, но я вижу сейчас, что очень многие производства, особенно американские, они уже ищут другие пути, то есть ковидная политика, то есть ноль терпимости китайского руководства, в общем-то, очень сильно ударила по китайской экономике, ну, скажем, да, вот строительство, производство, чипов нет, ну, в общем, все цепи поставок разорваны, это потому, что очень многое было сосредоточено вокруг, как раз вокруг на китайской экономике, я не знаю, как они планируют будущее, потому что будущее надо планировать, они, то есть глобализация страдает, это явно от этой войны, цепочки не восстанавливаются, как они видят свое экономическое будущее, они когда-нибудь вернутся к тому росту, который у них был до ковида и до войны в Украине, до агрессии, вот они когда-нибудь вернутся, я в этом совершенно не уверен, потому что я уже вижу, что другие азиатские страны даже где-то их обгоняют, типа Вьетнама, да, и поэтому у них тоже жесткая конкуренция, что с ними будет непонятно, значит, если они входят сейчас в военный альянс России, открыто, которую вообще даже организация объединенных наций в своем огромном подавляющем большинстве, но последняя резолюция, которая была на этой неделе, значит, это 141 страна проголосовала за вывод практически российских войск всех в территорию Украины, Китай воздержался, да, но если он входит в альянс военный с Россией, ну, он получит те же санкции, которые получила Россия как минимум, ничего в этом хорошего, это просто еще один шаг глобализации конфликта, не экономики, а конфликта, то есть Китай с Россией, это уже как бы, да, это уже тревожно, поэтому если все диктаторы объединятся, то есть все вот эти вот тираны, даже не диктаторы, а тираны, то есть вот Иран, Россия, Северная Корея, Китай, да, ну, и там где-то будет гулять неподалеку от них Виктор Орбан, да, то, в общем-то, ну, это так, это, знаете, такой альянс, ничего приятного в этом нет, да, я вот в этом ничего приятного не вижу, я просто очень надеюсь, что Си Цзиньпин все же, ну, или китайская, китайская рациональность возобладает. Вот хочу прогноз от Савика Шустера по Китаю. Будут они с Россией сотрудничество военное налаживать и будут ли фактически вступать в войну на стороне России или нет? как вы думаете? Нет, вступать в войну теоретически они не должны, но они всегда, то есть у них всегда, вот у них в центре внимания их их национальный интерес все равно. Значит, как они это рассматривают, вот как они рассматривают, то есть что для них важнее? Они занимают пропагандистские, да, они занимают позицию антиамериканскую, очень жесткую, потому что они говорят, что Америка, она вот, ну, обычные слова, вы все знаете, что вот, да, значит, расширение НАТО, все остальное, Америка там, мировой жандарм и так далее и тому подобное, ну, вот все эти набор слов, а с одной стороны, да, с другой стороны, Америка главный, абсолютно главный торговый партнер, из Америки они получаются, то есть, понимаете, в силиконовой долине придумывается, в Китае производится, то есть, ну, да, там такая, такая уже очень тесная связь на уровне торговли, и поэтому мне было бы очень-очень, ну, как бы странно, но, понимаете, так как, вот, из истории я понимаю, что очень, ну, нет, большинство войн начинаются от проблем внутренних, а не проблем внешних, да, и даже украинская, то есть, российская агрессия против Украины, это тоже, я думаю, больше внутреннее. Музыльинский. Музыльинский.